Мы продолжаем наше путешествие в Африке. В Намибии, где я охочусь с луком и стрелами, мне уже удалось добыть антилопу куду и есть некий опыт и понимание по охоте в этих местах. Все так же поражает красота и просторы здешних мест. Новый день переносит новые положительные эмоции и охота захватывает меня все больше и больше. Каждый день проезжаешь на машине многие километры. И эта машина у профессионального охотника играет важную роль в процессе всей охоты. Без правильно подготовленного джипа здесь никуда. Поэтому считаю, что надо рассказать об этом местном средстве передвижения поподробнее. Каждый мужчина, тем более если он охотник, мечтает или у него уже есть правильный автомобиль. Вот такие машины в Африке есть. Без них здесь никуда. Они продуманы с точки зрения функциональности, надежности. И я попрошу Маркуса, чтобы он рассказал, что это за автомобиль, какие работы он может выполнять, потому что передвигаясь здесь по Африке, я убедился, что это именно та машина, которая нужна в этой местности. Маркус, расскажи, пожалуйста, о своем автомобиле, какие функции он может выполнять, ну и для чего он нужен именно такой. Окей, сначала для нашей охоты в качестве первой машины мы решили купить просто линкольн. Мы им пользовались в течение долгого времени и могли уехать на нем за 3000 километров без проблем. Мы ни разу не сталкивались с проблемами на охоте в африканской степях. Мы всегда были уверены в автомобиле, что он не сломается. Это всегда важно. Эта машина была сделана специально для охоты, для долгих поездок. Это закрывается. Если вы едете на охоту, вам нужно открыть и опустить ее вниз, чтобы залезть. Сюда вы можете сесть. А здесь держатель для оружия. А здесь сзади место для сопровождающего. Автомобиль абсолютно правильный, очень функциональный, потому что здесь ценят время, надежность. Поэтому здесь сделано так, чтобы не терять времени и все это делать быстро минимальным количеством людей. То есть в эту машину можно загрузить от бородавочника до жирафа. Но, конечно, всю эту конструкцию разбирает, когда животное крупное, людям закинуть тяжело. Поэтому все это делается быстро, в течение нескольких минут. Все разбирается, трансформируется. Такая машина, наверное, тоже будет приемлема в хозяйствах в России, где есть частные хозяйства, вольерные хозяйства, где охота – это бизнес и некая отрасль. Поэтому рекомендуем такой вариант, который уже отработан десятилетиями. Абсолютно надежен и функционален. Разыскивая в угодьях подходящий трофей, я брал с собой два лука. Один традиционный – для птицы, другой – блочный – для более серьезных трофеев. Стоп. Худу. Реальная дистанция для стрельбы из лука. Видим голубую гну. Вот перебегает куду еще. Но мы сейчас хотим стрелять в птицу. И с машины, с блочного лука стрелять неправильно. Здесь не стреляют с машины, то есть надо выходить и делать выстрел уже с земли. Вот. Но наша сейчас цель птицы – birds, angry birds. Вот. Поэтому будем стрелять в птицу. Что-то подобие наших куропаток. Есть еще цесарки. Поэтому будет у нас такая немножко развлекательная охота на птицу. Потому что птицы давно не было в нашем меню, и нас попросили настрелять на всех птиц. Поэтому вот сейчас мы этим и займемся. Гоу. Поехали. Стрелять птицу с машины можно. Более того, это необходимое условие, если хочешь сохранить свои стрелы. И еще птицу так лучше видно, и стрельба становится более эффективна. Впереди стаи куропаток. Что-то будем подстраиваться. Стоп. Бац-бац и мимо. Такая стендовая стрельба. Пойдем искать теперь стрелы. Верхняя часть стрелы должна видеться. Вот такая охота на птичку. Спортивная. Ох, Сеньки. Помогает мне искать стрелы. У него это лучше получается, чем у меня. Наверное, зрение лучше витаминов больше есть. Вот. Даже, казалось бы, на такой дистанции, в 5 метров, на, в общем-то, не сильно заросшей земле стрелу найти очень тяжело. Поэтому надо стараться максимально более вертикально стрелять, чтобы она втыкалась в землю. Но как-то было видно. Пока нам это не удается, не попасть, не быстро найти стрелу. Но хорошо хоть здесь, с минимальными потерями. Впереди группа орексов. Они нам тоже нужны, но мы будем их стрелять из бленда, потому что так близко они не подпустят. Убегают, ну, буквально где-то за 100, за 200 метров. Уже научены опытом наших коллег-оружейных охотников. Нас ждут птицы. Ну, крупные птицы, они более пугливые, взрослые. И убегают, прячутся раньше, чем мы можем в них прицелиться. Но они больше в два раза. Поэтому сейчас будем выслеживать их. Вон впереди видно еще. Вот, африканские куропатки. Очень даже неплохая охота с луком. Такая интересная. Спортивная, динамичная. Практика показала, что бродхедами эффективнее. То есть, если мы даже... Край касается, пусть он даже и не сильно острый, то птицы этого достаточно. Поэтому сейчас поменяю обычные спортивные буллеты на бродхеды. То есть, с спортивным мы эффективно, когда мы попадаем прямо в тело птицы. А вот, в последний случай показалось, что даже край шеи чуть задевает стрела, и птица уже тоже добыта получается. Нет! Ужин готов. Биг гейм! Прынкли, ну это как наша куропатка. Этого года еще молодая птица. Неплохо попали. Наверное, мы ее съедим. Ну, скорее всего. С ружьем ребята бы здесь разволновались очень сильно. А с луком нам приходится подкрадываться, но тем более с традиционным, но метров 15. Можно стрелять на дереве, но стрела достаточно дорогая. А если стрелять в небо, это 100%, что она улетит и потеряется. Много стрел не возьмешь, поэтому стрелы приходится беречь и стрелять только на земле. И то только в траве, не очень высокой, чтобы потом можно было найти стрелу. Поэтому оперение делается ярким, чтобы можно было эту стрелу, но всегда найти. Самый лучший цвет розовый, но мужчины иногда осторожно относятся к этому цвету. И считают, что лучше его не ставить, а то не так поймут здесь на охоте. Такая азартная, интересная охота. Ну, как и Африка вообще, вот в Ориксе гуляют всякие разные... Да, Африка здорово. Животных очень много, животные разные. То есть с ружьем здесь вообще не проблема, с карабином отохотятся. Поэтому здесь, в общем-то, охотятся не за мясо, а этот трофей на охоту. Выбирают тот вид животного, который соответствует требованиям по рогам, размерам. Поэтому такой процесс тоже сложный. Можно прокататься целый день и найти то, что тебе нужно. О, бородавочник, большой, биг бородавочник. Биг ботер-хог. Что, меняем луки? Какой планчик? Себеговой план. Впереди большой, очень бородавочник. Даже я вам бинокль разглядел. Сейчас будем менять лук на более... На более, скажем, быстрый, точный и мощный. Вот, бородавочник движется сюда, в нашу сторону. Поэтому сейчас будем спешиваться, буду прятаться. Ну, сейчас где-то с нам подскажет, как лучше действовать. Иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один был, ну, очень хороший. Сейчас попробуем разобрать ситуацию, которая у нас была. Она очень интересная, захватывающая, я бы даже сказал. У нас был определенный шанс, небольшой, но был. Вот, мы им не воспользовались. Я охотился в данной ситуации с блочным луком. То есть, блочный лук, он более точный, более мощный. Позволяет прицельно сделать выстрел. Тем более, дистанция, на которой выскочил бородавочник в последний момент, она была 18 метров. То есть, идеальная дистанция прямого выстрела. Никаких поправок делать не надо. Но блочный лук требует несколько секунд, чтобы растянуться и прицелиться. В данной ситуации был бы более эффективен, конечно, традиционный рекурсивный лук, который у меня тоже есть. Но я с ним пока охотюсь только на птицу. Этот лук позволяет сделать выстрел гораздо быстрее. На вскидку. И если бы у меня был этот лук, я бы сделал быстрее точный выстрел. То есть, по ситуации можно ориентироваться. Но здесь не угадаешь, потому что бородавочник-зверь достаточно серьезный и крупный. Мощность у этого лука, при том, что они оба по 60 фунтов, скорость меньше, поэтому проникающая способность ниже. Но на такой дистанции его бы мощности хватило, чтобы взять эффективно бородавочника. Просто заранее не знаешь, какая будет ситуация, на какую дистанцию придется стрелять. Может быть, это будет 40 метров, тогда этот лук не подойдет. Два лука таскать с собой – это невозможно. Еще одна маленькая особенность, что мы все-таки пытаемся сделать из этого фильм, в котором рассказываем, как интересно и сложно охотиться с луком. И наша съемочная группа – это некий такой тандем, который двигается, как в синхронном плавании. Наши движения должны быть согласованы, оточены. То есть, такой маленький паровозик. Печь, охотник, оператор. Пусть даже и оператор абсолютно тихо идет и повторяет мое движение, все равно в два раза больше шума движений, поэтому наша задача усложняется значительно в разы. Но, тем не менее, мы испытали очень такие уникальные, сладостные чувства, которые поймет, наверное, человек, который охотится. Подойти на такую дистанцию близко, иметь возможность стрелять – это очень дорогого стоит. Наш проводник, несмотря на то, что человек тоже искушенный, испытал тоже эмоции, я думаю, что не меньше нашего, он волновался. Та особенность, которая есть в охоте в Африке, когда есть пи-эч и охотник, он всегда должен контролировать ситуацию, всегда должен видеть выстрел, поэтому все время находится рядом со мной. Это мешает, но такие правила игры. Сейчас мы спросим Титаса, какие он эмоции испытал, и испытывает ли он эмоции вообще, волнуется ли он, как молодой, либо он абсолютно спокоен. Это была моя первая охота с луком, но у нас был прекрасный опыт, неправда. Мы не были экспериментами, это очень разнообразно. Это охота другая, потому что с ружьем охотники могут стрелять на расстоянии 150 метров, а лучник может стрелять на расстоянии 30-40 метров. Это самое главное отличие охоты с луком от охоты с ружьем. Ну и самое главное, что надо знать и понимать, что мы находимся в гостях у животных, это их дом, а мы здесь гости, и любое наше появление, это всегда какое-то вторжение на их территорию, поэтому такой вид животного, как бородавочник, на него охотятся здесь и леопарды, и гиены, и охотники. Он всегда на чеку, зверь очень осторожный, тем более усложнял задачу, что их было еще двое, потому что они стояли где-то метров 15 друг от друга, один был большой и очень хороший трофей, другой поменьше самочка была. И тяжело подстроиться, то есть мы пытаемся двигаться, пока один не видит, а другой смотрит. И такая круговая порука, группировка позволяет им, в общем-то, хорошо сохранять себя. Но тем не менее мы продолжаем охотиться, будем искать дальше. Впереди у нас еще есть время, поэтому, наверное, тот самый бородавочник, до которого мы все-таки доберемся, где-то сейчас уже отдыхает, потому что солнышко высоко, и животные сейчас будут выкладываться на дневную лежку. Когда солнце подымалось уже достаточно высоко и становилось жарко, мы перемещались к нашему бленду. В это время сюда подтягивались различные животные, чтобы попить и полизать соль. Судьба явно улыбалась нам. На соль пришел хороший Орекс. Посовещавшись с Титусом, приняли решение стрелять в эту антилопу. Орекс явно никуда не торопился и, раздумывая, что ему больше хочется – соли или воды, ходил перед нами туда-сюда. Было волнительно наблюдать за ним, и хотелось в некоторые моменты уже растянуть лук и выстрелить. Но опыт подсказывал, что надо подождать более выгодное положение животного и подпустить поближе. И я ждал этого момента. Поздравляю! Слушай, ну вот так трясутся немножко руки. На самом деле, давно так не волновался. Стал растягиваться, когда он подходил на 25 метров. Смотрю, вкладка не та, потому что сидишь на стуле, немножко неудобно. Плечи задирать приходится кверху, посадка неудобная. Когда подошел на 20 метров, растянулся, стал лизать соль. И я понял, что это тот момент, который должен был случиться. Спустил, попал, по-моему, очень хорошо. То есть, прям в область сердца стрела должна была прилететь. Сам видел, что попал. Слегка подпрыгнуло животное, побежало. Метров, я думаю, что не дальше, чем 200. Оно должно отсюда убежать и упасть. Мы сейчас подождем немножко, буквально минут еще 15-20. Пойдем посмотрим стрелу. Я вижу, что вот она где-то там должна лежать, пробила насквозь. Попробуем ее найти. Посмотрим по стреле характер, куда мы попали. Сделаем кое-какие выводы. Ну и пойдем искать зверя. Здесь стоял Орекс, хороший самец. Тита говорит, что такой хороший, прям трофейный. Стрелы на месте не видно. Есть вероятность, что стрела осталась в нем, и пробила насквозь. Будем сейчас искать кровь. Вот кровь. Первая кровь. То есть попали. Она дальше должна быть больше, потому что попали как раз аккуратно. В Африке такая особенность. Сейчас время уже к полудню. Жарко. И кровь буквально высыхает за секунды. Поэтому искать по крови будет тяжело. Но найдем опыт. Есть у нас, как искать. Тита хороший следопыт. Проблем нет. Каков наш план сейчас? Сейчас мы будем преследовать его, искать кровь на траве. Иначе мы можем терять свет. Так как травы очень много. Мы должны идти медленно? Да, медленно. Вы должны идти позади меня. Нашли обломок стрелы. Мы попали хорошо в легкое. Крови много. Может быть сейчас будет еще кусочек. Но мы идем в верном направлении. Все не так плохо. Хороший цвет. Прошло совсем чуть-чуть, а кровь высохла. И сухая отлетает коркой от стрелы. Славно. Очень хорошо. Очень хорошо? Да. Стрела прошла немного выше, чем сердце. Отличный был бы выстрел, если бы попали сюда. Хороший был бы выстрел, если бы попали сюда. Но хороший shot, если бы вы их поставили сюда. Он попал в легкое. Выстрел хороший, но он говорит, им надо стрелять чуть ниже. Но не проблема. Попали в легкое. Но пробежал порядка 200 метров. Хочу я сказать. Животное очень крепкое на рану. И если точка попадания сместится куда-то чуть в сторону, то пришлось бы искать гораздо больше. Но вот такой хороший орекс. Очень крупный город. Хороший трофей. Как эмоции, мой друг? Ну, эмоции у меня перебирают через край, потому что в Африке это мой первый трофей орекс. Тем более добыт он так достаточно сложно. Мы долго сидели, караулили. Приходили орексы, но были не те, что можно было стрелять. Наконец подошел такой вот экземпляр. Сказали, что рога у него хорошие, поскольку на мясо стрелять здесь не так часто стреляют. На мясо таких животных. Вот, поэтому хотелось все-таки трофейное. И вот вышел, Тит сказал, что very good trophy. И я сделал выстрел. Ждал, можно было стрелять раньше, но терпел до последнего, пока все-таки он подойдет максимально близко, встанет на соль. Была вероятность, что он может уйти, развернуться и лечь где-нибудь. То есть выдержка у боухантера, она должна быть абсолютная. Что скажешь насчет трофея? Это очень хороший трофей. Он взрослый? Конечно. Это можно понять по размеру его рогов. Они 90 сантиметров в длину, или немного больше. Вот закончилась славная охота на бибийского Орикса. Пришлось полноваться, но в итоге результат налицо. Очень интересная охота, несмотря на то, что кажется, с одной стороны, просто. Водопой, на котором мы сидели, казалось бы, место, на которое должны приходить большое количество животных, потому что по африканским меркам сейчас осень, время засухи, но за две недели до приезда сюда шли дожди. Две недели подряд, и воды много кругом, поэтому вероятность, что придет именно то животное, которое нам нужно, оно было не очень велико. Но в результате мы высидели вот такого красавца Орикса, африканское животное, у которого шерсть растет на хребте в противоположную сторону. Это немецкая охотничья традиция. Я дам тебе эту веточку и white mine sign. White mine sign – это схожее с нашим приветствием с полем. Ты должен сказать white mine sign. Положи ее себе на кепку, когда ты пойдешь домой, люди поймут, что ты кого-то добыл. Так правильно? Нет, не совсем. Вот так. Ну, теперь я настоящий африканский охотник. Меня ритуально посвятили, поздравили. Есть такая африканская традиция. Местные жители чтят, потому что верят в силу природы, что неправильно делают. она вся вне стан dona к 16-ому. Она написала эта функция Ида handy.